Цена блокады. Какие сюрпризы может преподнести простым украинцам противостояние на востоке страны? Гонка симуляций. Почему дело Насирова превращается в шоу с диагнозами и растерянными судьями? И не окажется ли главный герой этой пьесы на свободе? Путепроводы на соплях. Кто ответит за обвал переправы в столице и как много еще в стране мостов на грани падения? Когда лекарства горше смерти? Почему на украинском фармрынке процветают подделки, а государство даже не думает его контролировать? Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Это была неделя повышения ставок, причем сразу в нескольких направлениях. Украинские антикоррупционные органы впервые взялись за топ чиновника, главу фискальной службы Романа Настирова. Он, в свою очередь, защищается настолько отчаянно, что в деле уже 9 адвокатов, а на кону даже будущее знаменитой Феофании, специальной больницы для самых высокопоставленных персон. МВФ таки дожал переговорщиков от Украины и уже через несколько недель страна получит очередной транш на миллиард долларов. Но одновременно с этим до сих пор неизвестно, на каких условиях украинские чиновники подпишут обновленный меморандум и что уже это весной придется голосовать депутатам. Ну и блокада. Она расширяется и организаторы заявляют о своей готовности перекрыть железную дорогу еще и в других областях, лишь бы никакой торговли с Россией не было. Об этом и многом другом будем говорить сегодня. Начнем же с тех людей, против которых объединяется все государство. В Кабмине из-за них подсчитывают возможные убытки на миллиарды долларов. Энергетики ожидают веерное отключение и работают в режиме чрезвычайной ситуации. Ну а металлурги готовятся к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Руслан Смещук побывал на месте событий. Это наш быт, тут мы мешкаем, спим, у нас есть печка, дрова, будем топить, мы по черзи топим. Армейские шатры возле автомобильных и железных дорог. Это блокпасты или как их называют редуты. Они расположены на основных транспортных артериях, по которым и осуществляется товарообмен с неподконтрольными Украине районами Донбасса. Блокада продолжается уже больше месяца. Но эта неделя стала одной из самых напряженных. Противостояния возникали сразу на нескольких редутах. В Бахмуте группа людей попыталась разблокировать железнодорожные пути. Блокада это ноль. Это нельзя делать. Это помощь России. Артем Маскевич может месяц потерпит, а другие крупные предприятия будут закрываться. Участники блокады назвали стычку с планированной провокацией. Их оппоненты уверяют в обратном. Местные власти решили собрать против нас группу людей. Бабушки, как вы видите. Я обращаю ваше внимание, что бабушки в первых рядах. А вон интересные молодые люди ждут сзади чисто. И там снизу еще группа людей, которые высадились. Ну, это провокация. Кому это выгодно? Не нам, не им не выгодно. А Украина теряет. Они так говорят, если это себе правда, если так, то получается так. Миллиард чем-то идет доход в Украину с временно оккупированных территорий. Горячее было в кривом торце. Тут группа мужчин с палками напала на железнодорожный редут. В ход пошла даже бензопила и охотничье ружье. Правда, в качестве меры устрашения. В результате столкновений несколько человек травмированы, десятки задержаны. На месте были задержаны порядка 37 людей. Различно, разного возраста. От 20 и до 40. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их личности. Хотя факт задержания сами участники блокады отрицают. А еще говорят, что правоохранители постоянно за ними следят. И даже показывают автомобиль, из которого якобы ведут наблюдение. Диалог можно. Но вы же стоите тут каждый день. У меня вопрос, что вы тут наблюдаете? Что вы хотите тут увидеть? Вот, пожалуйста, в новую комнату. А это один из самых дальних блокпостов торговой блокады под Лисичанском, в Луганской области. Поселок Горское редут торговой блокады на железной дороге. Отсюда до позиции боевиков около 5 километров. То есть достаточно близко. И на этой неделе противник даже обстрелял мобильный блокпост блокирующих. Ну тут, я не знаю, 200-300 метров. Редут Рошен стоял автомобильный. Редут по блокированию дороги. Но был обстрел. Что случилось с автомобильной блокадой? Просто сняли, чтобы не подбирать жизни тех, кто блокирует опасности. Уже через пару дней неподалеку от этого редута был найден арсенал взрывчатки и патронов. Гранату в боевом взводе. Все, я ее обезвреживаю. Хранится на должную тату. А ящик слеженький, да? Ну конечно. Русная дымовая граната, Б белого дыма. В штабе блокады заявили. Это попытка таким образом освободить железную дорогу, на которой уже несколько дней стоит поезд, готовый к отправке. Данные вещи были найдены рядом с редутом. И они не есть нашими вещами. Мы считаем, что это провокация. Потому что это не впервые подобные вещи происходят. Блокада разрастается. На уходящей неделе появилось несколько новых редутов. Один автомобильный под Волновахой. Еще один железнодорожный в Конотопе Сумской области. Руслан Смещук, Олег Решетняк, Даниэль Косаковский, Иван Матриченко, Евгений Малярчук и Антон Чиженко. Подробности недели в телеканал Интер. Кстати, о Конотопе. Через этот город в Сумской области проходит одна из основных магистралей торговли с Россией. Об этом говорят сами участники блокады, которые готовятся перекрыть железную дорогу еще и в этом городе. А также по всем остальным направлениям на восток. В Конотоп уже прибыли и главные организаторы блокады. Народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев. Ну а в Фейсбуке штаба блокады отчитываются о найденных поездах с антрацитом из России. Я напомню, это как раз тот уголь, на котором работает половина украинских электростанций. Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Сейчас с нами на связи, с ним обсудим ситуацию. Григорий, здравствуйте. Вот скажите, по вашей оценке, сколько человек всего участвует в блокаде? В СМИ есть сообщение, что их всего около 200. Правда это или нет? Если да, то не кажется ли вам странным, что эти немногочисленные группы смогли поставить в зависимость от себя всю страну? Я переношу извинения. У нас, видимо, какие-то технические проблемы. Мы сейчас восстановим связь и вернемся к разговору с Георгием Тукой буквально через несколько минут, думаю. Пока еще одна тема, которую СМИ связывают с блокадой на Донбассе. Взрыв метана на шахте Степовая во Львовской области. В больницах все еще остаются 23 человека. Вчера же состоялись похороны погибших. Напомню, от взрыва метана на этой шахте 2 марта погибли 8 человек. Причем самому младшему из шахтеров было всего 18 лет. Степовая считается одной из лучших шахт в Западной Украине. И сразу после трагедии эксперты предположили, что одной из причин может быть наращивание добычи угля, вызванное необходимостью компенсировать потери топлива от блокады. Кабмин создал комиссию для установления точных причин трагедии и проверки всех остальных угольных шахт в Украине. На этой неделе Кабмин наконец-то утвердил и порядок перемещения товаров через линию фронта на Донбассе. Довольно подробный документ из 43 пунктов, в которых расписаны многие детали того, как же должен происходить товарообмен с оккупированной территорией. И хотя этот порядок как раз и должен был ответить на многие вопросы, в том числе и организаторов блокады, на самый главный вопрос он все-таки не отвечает. Почему этот документ принят только сейчас, 1 марта 2017-го? Все-таки третий год войны уже идет. Но вот чего Кабмин до сих пор не сделал, так это не предложил никакого плана на тот случай, если блокада не просто продолжится, но и действительно будет разрастаться. Хотя речь идет о многомиллиардных потерях. И большой вопрос, есть ли у страны ресурсы, чтобы компенсировать эти убытки. Подробнее в нашей справке. Уже введен режим чрезвычайного положения в энергетике и грозит темная перспектива блэкаута. Это последствия блокады на Донбассе. Антрацита, на котором работает половина украинских ТЭЦ, хватит до конца месяца. Блокада на Донбассе может стоить Украине 2 миллиарда долларов. Именно настолько сократится платежный баланс страны, подсчитали в Нацбанке. А остановка металлургии – это нокдаун для отечественной экономики. Ведь вместе с железнодорожным сообщением блокада парализовала производственные цепочки в промышленности. Некоторые заводы уже погасили печи, другие – на грани. По подсчетам правительства, 75 тысяч человек потеряют работу. Премьер даже назвал цену блокады для украинской экономики. Это 3,5 миллиарда долларов. Такими будут убытки горно-металлургического комплекса. По словам Владимира Гройсмана, блокада играет на руку Кремлю. Мол, теперь Украина будет вынуждена покупать уголь в России. Тем временем на неподконтрольной территории в ответ на блокаду с 1 марта начали так называемую национализацию предприятий. А попросту говоря – отжим. Боевики вводят временную администрацию на всех предприятиях на оккупированной ими территории. Под их контролем уже самая крупная украинская шахта имени Засядька. Все заводы и шахты, которые находились на неподконтрольной территории, работали в украинском правовом поле и платили налоги Украине. Между тем, боевики так разошлись, что начали прибирать к рукам не только шахты и заводы, но и Донбасс-арену, спортивную базу футбольного клуба «Шахтер» и торговые центры. Но организаторы блокады сдавать позиции не намерены и называют очевидные плюсы происходящего. Дескать, блокада оголила старые проблемы. Выявила контрабандные потоки и отсутствие государственного контроля на линии разграничения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, безусловно, это экономические и, самое главное, политические потери, поскольку вот эта блокада – это свидетельство полной неспособности власти справиться с этой ситуацией. И вот выступает президент, критикует блокаду, выступает премьер-министр, приводит цифры, о которых вы сказали. А возникает вопрос дальше. А дальше что? Какие действия будет принимать власть, чтобы избегнуть и потери экономических, и восстановить имидж страны, в которой 200 человек, вооружившись, действуют не по закону, а власть просто смотрит со стороны и не принимает никаких мер для того, чтобы навести порядок. Поэтому здесь масса факторов. И вот я недавно вернулся из Слованской области, на прошлой неделе был там, видел все это воочию, как это происходит, как, в общем-то, захеревает регион, в том числе из-за того, что и прерываются такие связи. Считаю, что это прямой путь к отторжению территорий тех и ухудшению ситуации в стране в целом. В СМИ сейчас говорят и о других трагических последствиях этой блокады. Есть версии о том, что трагедия на шахте во Львовской области произошла из-за наращивания темпов добычи угля, что было связано с недополучением их с этих территорий угля. Это может быть причиной трагедии? Это, безусловно, так и есть, поскольку степовая очень опасная шахта. Она сверхкатегорийная по газу и пыли. Это значит, что при увеличении добычи угля увеличивается содержание метана. Я думаю, что, конечно, мы дождемся результатов расследования, но 98 километров выработок шахты, более 3000 рабочих, которые там работают, стали, соответственно, заложниками того, что идет системное недофинансирование раздела безопасности. В общем-то, непрофессионализм в руководстве отрасли и на местах. И вот последней каплей стало то, что увеличили выработку добычи угля, а это привело к увеличению выброса метана. Если говорить о нашей энергетической сфере и угольной промышленности, можно ли реформировать нашу энергетическую сферу так, чтобы мы не зависели от угля, который добывается на неподконтрольных территориях? Сколько это времени может занять и сколько денег? Во-первых, должна быть государственная политика в отношении угольной отрасли. Ее, к сожалению, в последние годы нет, поскольку бросили все на самотек, шахты останавливаются, вырабатываются лавы, новые не вводятся, не вкладываются деньги, а, соответственно, и нет перспективы развития отрасли. И все повисли на том угле, который добывался с неподконтрольных территорий. Безусловно, если будет государственная политика, а такое должно быть, поскольку у нас очень много электроэнергии добывается, используя уголь, то мы эту проблему решим. Но подход правительства в последние годы, он как раз был обратным. Как раз просто останавливали шахты, возникали социальные проблемы, и это было повсеместно. И мы это видели во всех областях, не только, кстати, в Львовской или Волынской области. Понятно. Но в самом Кабмине говорят, что эти действия, эта блокада может ухудшить и жизнь десятков тысяч людей. Что будет, если все эти люди потеряют работу в Мариуполе, в Днепре? Власть готова к тому, что все они могут оказаться в Киеве и прийти под стены кабинета министров или парламента? Ну, то, что мы наблюдаем в последнее время, это при остановке предприятий, при остановке фабрик, заводов. Люди, с одной стороны, конечно, возникают социальные протесты, с другой стороны, люди просто уезжают из страны. И вот массовая трудовая эмиграция, это бич, это беда, это то, что самое плохое сейчас происходит у нас, поскольку 20,5 миллионов уехали в Россию, столько же в Европу, 5 миллионов трудоспособного населения, которые должны работать в нашей стране и создавать нашу экономику, они из-за оппозиции власти, из-за того, что не могут найти здесь работу, они просто уехали и ищут возможность прокормить себя за рубежом. И вот, к сожалению, такое будет, потому что, когда люди потеряют работу, они, да, социальные протесты, но и будут уезжать. Нерадужная перспектива. Спасибо за этот разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Ну, а мы продолжим говорить о блокаде на Донбассе. Ее давно уже называют методом, в первую очередь, политической борьбы. А на этой неделе министр внутренних дел увидел в ней мусорный след. Аваков обвинил львовского мэра, садового и главу фракции «Самопомощь» Березюка в пиаре на крови и в организации блокады как мести. Об обмене любезностями посмотрите дальше. Транспортная блокада, как следствие мусорной, на этой неделе министр внутренних дел назвал виновных в блокаде на Донбассе. И их не совсем чистые мотивы. Обращаюсь к уважаемому мэру Львова, господину Садовому, главе фракции «Самопомощь» Березюку. Вы начали эту авантюру, в том числе, наверное, из-за того, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове. Вы будете нести за это ответственность. А ответственность эта четко прописана в статье 279 Уголовного кодекса Украины. За организацию блокирования транспортных коммуникаций в случае тяжких последствий грозит тюрьма. На срок от 5 до 12 лет. Вот только кроме громких заявлений никаких действий нет. Официально обвинений никто никому не выдвигал. А сам львовский мэр ответил министру в фейсбуке. Мол, обвинение в том, что блокада на Донбассе – это месть за мусорную блокаду Львова – абсурд. И в очередной раз заявил, что поддерживает требования активистов. А требования эти – прекратить контрабанду и торговлю с агрессором, освободить всех украинских пленных из рук боевиков и принять закон про официальный статус неподконтрольных территорий. А еще не применуло отметить, что все это требует не только самопомощь, но и ветераны АТО. На железнодорожных путях. Главное, чтобы патриотические устремления одних не стали разменной монетой в политических играх других. Пока политики обмениваются взаимными обвинениями, мусорная эпопея Львова продолжается. Более того, она становится проблемой всей Украины. Ведь караваны, фур со львовскими номерами оставляют грязный след во всех областях. Почему власти города бездействуют? Ведь до сих пор не начались работы по рекультивации свалки в Грибовичах. До сих пор не нашли места для нового полигона и мусороперерабатывающего завода. Даже судебное дело о трагедии в Грибовичах затягивается. О трагикомической мусорной эпопее. Галина Якушко. Слов из песни не вычеркнуть речь с львовского мэра, не изменить. И за дня в день Андрей Садовый выходит к журналистам с одними и теми же словами. Пишет 100 дней, мы находимся в блокаде. Во Львове, похоже, наступил день сурка. Проблема с душком превратилась в замкнутый круг, где неизменно не только речи мэра и блокады, но и путешествие львовского мусора. Меняется разве что маршрут. Почти за год львовский мусор стал вполне самостоятельным персонажем и героем анекдотов. Его даже в падении Шулявского моста в Киеве обвинили. Неуловимые караваны фур со львовскими номерами колесят по всей стране. Похоже, на карте не осталось областей, в которых бы они не побывали. Водителей ничего не смущает. Ни расстояние в тысячу километров, ни отсутствие документов. Люди в других областях даже восстания поднимали против непрошенных гостей. На этой неделе 11 львовских фур появились возле Днепра. Местные сразу же вызвали полицию. Показать документы на отходы водители не смогли. Толком объяснить, куда едут, тоже. 8 фур в сопровождении полиции вернули на родину. Три машины с мусором так и остались стоять. Водители уезжать отказались. Общаться тоже. Грязные дела проворачивают по одному сценарию. Если договориться с местным полигоном водителям не удалось, кучи отходов они сбрасывают, где придется. К примеру, на обочине или в поле, после чего быстро уезжают, оставляя неизменные улики, чек из львовских магазинов. А дальше уборка галецких гостинцев становится проблемой уже местных властей. На трассе Львов-Краковец мы отследили мусоровоз и вот сейчас увидим, куда он направляется. Доверху заполненный отходами грузовик едет в сторону свалки в Явровском районе. Тут его ждет блокпост. Местные активисты не пропускают мусор из Львова. Стоят уже месяц. Минута проверки документов и машина получает зеленый свет. Мол, есть договоренность с местным заводом по изготовлению кожаных сидений. На свалке работают сразу несколько машин. Действительно, и фурор привезла отходы с завода или мусор из Львова, нам узнать не удалось. Отходы на свалке так и не выгрузили. Но вот в чем признался водитель. Договориться официально или за взятку, или просто выбросить тонны отходов, перевозчики не брезгуют методами. А львовская власть не устает повторять. В том, что львовским мусором засыпана уже вся Украина, они не виноваты. Надо спросить, а перевозники, куда они вывозят свои отходы. Потому что отходы, которые вывозятся из Львова, они везутся на полигоны, с которыми подписываются угоды. Договоры с полигонами подписывают перевозчики. А вот платят за вывоз мусора из городской казны. И путешествие львовского мусора удовольствие не дешевое. Одна фура – это тысячи гривен. И чем дальше вояж, тем дороже. Сколько же львов потратил на вывоз отходов за прошлый год, чиновники даже подсчитать сами не могут. И для этого наняли аудиторов. Остановят бесконечные мусорные странствия только новый полигон или мусороперерабатывающий завод. И они могли бы появиться вот тут, на свалке Явровского района. По крайней мере, именно этот участок выделили под них. Но он не подошел, впрочем, как и остальные, предложенные ранее. ГИРПРОМ вызначил шесть делянок, где можно разместить в 2006 году еще сметезвалище. Никакого сметезвалища на территории Львовской области. Никакого сметезвалища. Сметка каждая родина должна разделить. Сметка должна вторинно переработать. Но дальше общие идеи о долге каждой львовской семьи дела пока не идет. Где и когда появится мусороперерабатывающий завод, неизвестно. Пока только словесный пинг-понг. Я же не могу за Львов будувати Львову сметепереробный комплекс. Я считаю, что у Львова при его бюджете развития полтора миллиарда, сегодня достаточно денег, чтобы эту проблему решить. А что же со старым поликоном в Грибовичах? Там уже должны были начаться работы по рекультивации. Но пока почему-то так и не начались. По словам Садового, теперь этим будут заниматься французы. Крайне медленно продвигается и суд в деле о трагедии на полигоне. Слушания каждый раз переносят. Когда же накажут виновных? Ведь госэкспертиза установила, свалку в Грибовичах не поджигали. Это было самовозгорание из-за несоблюдения технологических норм. Но мэр и тут проявляет упорство. Финал мусорной львовской эпопеи, похоже, дело далекого будущего. А пока горожане будут слушать знакомые месседжи из ратуши и обходить кучу отходов. На этом же месте и в этот же час Садовый снова созовет пресс-конференцию для журналистов. И именно в этом кабинете будут решать, куда же дальше попутешествует львовский мусор. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности недели. Телегонал Интер. Львов. Ну, мы пока подождем расследование правоохранителей. Как связан львовский мусор с организацией блокады на востоке страны. Расследование ведь должно быть, если сам глава МВД делает такие громкие обвинения. Пока же, чем грозит блокада на востоке страны всей Украине, я спрошу у Георгия Туки. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. С нами все-таки на связи. Георгий, спасибо, что дождались. Скажите, СМИ говорят о том, что в этой блокаде участвуют около 200 человек. Вот не кажется ли вам странным, что эти немногочисленные группы ставят зависимость от себя всю страну? Ну, я, наверное, был одним из первых, который еще во время только лишь прозвучала в Киеве пресс-конференция этих инициаторов о таких акциях. Я заявил, что это недопустимо. И, к сожалению, уже имеем то, что имеем. Я считаю, власть не своевременно отреагировала на такие мероприятия. И я считаю это абсолютно недопустимым, когда люди своими действиями, неважно, какими мотивами они двигаются. Там, я знаю точно, там есть немало абсолютно честных, порядочных ребят, которые нас с вами защищали на фронте. Но руководят всем этим это подонки, безответственные болтуны, которые не представляют абсолютно, каким последствиям может привести все их действия. И я считаю, что вот этих вот организаторов, их необходимо привлекать. Главное ответственность, несмотря на наличие у них депутатских значков. Понятно. А если говорить уже о последствиях первой убытки, можно оценить, которые блокада уже нанесла? Эксперты вот говорят о том, что речь идет как минимум о сотнях миллионов гривен потерь. Это правда? Да, конечно. Железная дорога уже декларировала о своих убытках. Но надо понимать, что когда называются цифры убытков и, скажем так, возможные, вероятные количество людей, которые останутся без работы, как правило, это употребляются только прямые убытки, но надо понимать, что есть такое понятие еще как косвенные убытки. То есть каждый работающий человек, получающий свою заработную плату, он периодически ее тратит на продукты питания, на, не знаю, там, медицинское обслуживание, на покупку какой-то одежды. Таким образом, если человек остается без работы, то косвенные убытки, это намного больше, чем те убытки, которые прямые несут именно сами работающие на предприятиях. Негативные последствия ощутят и водители такси, которым меньше будет пассажиров обращаться, и продавцы продуктов питания. То есть это будет цепная реакция, которая отразится по всей стороне. Понятно. Вот вы заговорили о том, что наказание должно быть, невзирая на звания, мандаты, но некоторые эксперты и политики уже говорят, что если организация этой блокады так и останется безнаказанной, то блокады могут стать частью украинской политической культуры. Все кинуться что-то блокировать, как раньше ставили палатки, помните, что при случае или без. Вот вы с этой оценкой согласны или нет? Я абсолютно с этим согласен. Абсолютно с этим согласен. Тут даже, по-моему, гадать нечего. Безнаказанность, она порождает цепную реакцию, вседозволенность. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Спасибо за участие в эфире. Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, отвечал на мои вопросы. Свидетелями блокады и круизов львовского мусора по Украине, которые сопровождаются все более громкими политическими обвинениями, стали министры иностранных дел сразу трех европейских стран. Великобритании, Польше и Германии. На этой неделе состоялись их визиты в Киев. Причем все они впервые в Украине в ранге министров. Интересно, что Борис Джонсон, глава британской дипломатии, уже в ближайшие недели отправится в Москву. А немецкий министр провел переговоры с украинскими официальными лицами буквально за несколько недель до визита Ангелы Меркель в США и первой встречи ее с Трампом. Так что, похоже, эти переговоры были еще и сверкой позицией. И, можно предположить, диалог, начатый в Киеве, продолжится в Вашингтоне и Москве. Чего ожидать от этих переговоров? И как в украинской власти оценивают визиты трех министров, мы обсудим с Константином Елисеевым, замглавой администрации президента и фактически куратором украинской внешней политики. Константин Петрович, я Вас приветствую. Скажите, как Вы оцениваете визиты в Киев министров иностранных дел Британии, Польши и Германии? Это не были случайно встречи, просто ради встречи? Спасибо за вопрос. Во-первых, это были визиты наших друзей и партнеров, которые щиро прагнуть нам в противодействии российской агрессии и в проведении необходимых реформ. По-другому, мы дейсно обговорили конкретные вопросы, в какой способ эти страны могут помогли нам срушить из нуля точки вопросы, связанные с режимом прекращения огня и, в частности, примушения России выполнять свою частину мінских договоренностей. Дуже важно, что это министры страны, которые имеют влияние в средине ЕС на позицию, в частности, санкционного режима и так далее. Поэтому мы очень приветствуем такие визиты и, в частности, обговорили и двусторонние отношения, в частности, было договорено о том, что уже в первой половине этого года наш президент сделает визит до Лондона, где он, я надеюсь, открыть широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет присвящена успехам Украины в проведении реформ. Министр иностранных дел Польши говорил в Киеве, что и нормандские, и минские форматы принесли немного положительных изменений. И якобы возможен новый формат, расширенный формат переговоров. Что это за формат? И готова ли к нему Украина? Это интересное вопрос, но я хотел бы отметить, что перед тем, как предлагать другие форматы, мы должны все-таки подумать, что другой формат может привнести в процесс регулирования. Адже давайте не забывайте, что такое Минск? Минск – это план восстановления суверенитета и территориальной ценности Украины. Минск – это гарантия того, что обеспечивается действие санкций международной общественности против России. И Минск – это тоже план того, как у политика дипломатичный способ регулировать ситуацию на Донбассе. Поэтому я хотел бы сказать, что на сегодня для нас важливы не форматы и не участники моих будущих форматов, а все-таки суть и зміст. На жаль, пока по суті никто ничего нового нам не пропонует. Но мы продолжаем работать. Я думаю, что ближайшим временем будут важливые сигнали с Боку Вашингтона щодо более активного залучения до процесса имплементации Минских домовленостей. Но все-таки такие пропозиции мы смотрим как поддержка с Боку наших партнеров, как занепокоение тем, что сейчас происходит на Донбассе, как щире прагнение нам помогли. Итак, мы будем работать дальше с нашими партнерами и за поддержку, я думаю, мы дадим новый поштовх процессу регулирования на Донбассе. Хорошо. А если говорить о Донбассе, то возможно ли новые санкции против тех, кто причастен к захвату украинских предприятий на оккупированной территории? Вот если боевики все-таки заберут там украинские заводы, как на это отреагируют в этом все в Евросоюзе, в США? Это очень важное вопрос. Во-первых, я хотел бы наголосить на то, что идет действительно про захопление, я бы даже сказал, про рейдерство с боку российской стороны, российских боевиков. Конечно, это рейдерство жодно из цивилизованных страны не признается, и мы уже на сегодня имеем чуткую позицию и страны в ЕС, и США, про невизнание. Это первый этап. Другой этап – это проведение точечных санкций против тех властей и тех компаний, в том числе и российских, которые могут в перспективе стать властниками украинских предприятий. И, по-третьему, будут созданы такие условия, что эти предприятия фактически не смогут работать, как наследие будет безработица, и они перейдут за небо. Тому я хотел бы, чтобы эти российские прихильники и российские боевики сто раз подумали перед тем, как совершить этот абсолютно незрозумимый и абсолютно неконструктивный крок. Я вважаю, что наша позиция достаточно мощная. Мы имеем потужную поддержку с боку международной спорта. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы все-таки это злодеянин, я бы сказал бы так, этот злочин, не был сделан. Понятно, спасибо. На мои вопросы отвечал Константин Елисеев, замглавы администрации президента Украины и один из кураторов украинской внешней политики. В столице Евросоюза, Брюсселе, продолжаются переговоры о том, как все-таки предоставить Украине давно обещанный безвизовый режим. Мало того, что наша страна выполнила все условия, которые выдвинули европейцы, так еще и, наконец, в ЕС был принят так называемый механизм приостановки безвиза. Последнее, что требовалось для решения в пользу Украины. Но условия этой приостановки таковы, что некоторые эксперты уже говорят, если летом безвиз и заработает по утвержденному европейцами графику, то уже к осени его могут и приостановить. Что на самом деле? Узнаем у Елены Зориной. Она в Брюсселе работает. Лена, приветствую. Скажи, насколько широк список вот этих причин для отмены безвиза? Не получится ли так, что этот безвиз, которого так долго ждали украинцы, спустя пару месяцев работы попросту отменят? Алексей, ну на самом деле, чтобы отменить то, что еще не принято, это для начала нужно еще принять. Пока непонятно, какой будет позиция Франции по безвизу для Киева. Но очевидно, что утвержденный график процедуры по украинскому вопросу как раз подстраивают в аккурат под завершение выборов в этой стране. Ведь некоторые кандидаты явно против открытия границ для Киева. Однако процедура уже начата. Первый шаг сделан. Послы Совета ЕС на этой неделе сказали свое слово, и это было слово «да». Если все-таки безвиз заработает, расслабляться не стоит. По крайней мере, первые семь лет. Именно этот период станет настоящим экзаменом для Украины. Нашей стране гарантировано пристальное внимание со стороны Европы. И если что-то пойдет не так, все вернется на круги своя. То есть безвиз отменят. Ну и тут интересно, зачем же будут следить. Первое – это выполнение реформ. О безвизе можно забыть, если в Украине вдруг решат, что называется, отыграть назад историю с созданием антикоррупционных органов, таких как НАБУ, САП, нациоагентство по противодействию коррупции, или, например, отменить электронное декларирование. Еще один момент – это мигранты. Если вдруг увеличится количество украинских нелегалов в Европе или тех, кому будут отказывать во въезде, безвиз также приостановят. И вот еще, если возрастут риски внутренней безопасности в Европе, не стоит забывать и о ситуации на востоке нашей страны. Ежегодно Еврокомиссия будет проводить мониторинг по Украине и готовить отчеты. И если здесь сочтут нужным, Киеву устроят дополнительные проверки. Также инициировать их может Европарламент или Совет ЕС. Все это прописано в механизме приостановления безвизового режима для третьих стран, который утвердили в Брюсселе в начале этой недели. А уже на предстоящей запланировано голосование украинского вопроса в Комитете Европарламента. Что ж, Европа, похоже, отступать на этот раз от своего не намерена. Посмотрим, как Украина выдержит испытания безвизом. Алексей. Посмотрим, Елена. Спасибо за работу. Елена Зорина была с вами на связи из Брюсселя. И вот, кстати, о Франции, которая еще может повлиять на судьбу безвиза для Украины. Президентские выборы в этой стране еще никогда не были настолько скандальными. До них полтора месяца и наружу всплывают не только финансовые махинации главных фаворитов, но и пикантные подробности их личной жизни. Скандалы набирают такие обороты, что главным кандидатам едва удается удержаться на предвыборной дистанции. Еще недавно фаворит гонки Франсуа Фион после коррупционно-семейного скандала позицию лидера потерял, но с дистанцией не сходит. И продолжает борьбу. Сегодня в Париже состоялся митинг его сторонников. На улице вышли десятки тысяч людей. Коррупционная история крепко ударила и по Марин Лепен. Ну а нынешний вероятный победитель президентских выборов Эммануэль Макрон вообще оказался в центре секс-скандала. О предвыборных французских гонках, которые все больше напоминают наши украинские компании Анны Линых. Он, она и он. За их отношениями следит не то, что вся Франция, весь мир. Предвыборная история Пятой Республики уж очень кинематографична. С коррупционными скандалами, информационными атаками и любовными историями. Правоцентрист Франсуа Фион, националистка Марин Лепен и независимый львоцентрист Эммануэль Макрон. Все претенденты на главное кресло и фигуранты сразу нескольких громких скандалов. Больше всего сгустились тучи над Фионом. Десятки телекамер и весь состав республиканцев в пресс-центре штаба. Фиону вручают повестку в суд, но даже в коррупционном деле ищите женщину. Буду бороться до конца, потому что это больше, чем просто вызов мне. Это вызов демократии. Супруга Фиона Пенелопа оказалась причастна к финансовым махинациям. Как выяснило следствие, она долгое время числилась помощницей своего мужа, тогда еще депутата Фиона. Получала государственную зарплату, но никакую работу при этом не выполняла. Как бы не оправдывался Фион, этот скандал ощутимо ударил по его рейтингу. Дальше больше. Оказалось, что в семейно-коррупционном подряде замешаны его сын с дочерью. Они предоставляли отцу юруслуги на десятки тысяч государственных евро, не имея при этом юридических дипломов. Даже глава избирательного штаба Фиона признает, его карта бита. И сегодня он подал в отставку. Сам Фион расследование против его семьи назвал политическим убийством. Возможно, у него сдают нервы или он утратил чувство реальности. При этом нервы разгулялись и у самого Эммануэля Макрона. Еще недавно он был темной лошадкой в предвыборной гонке. Сейчас же обошел Фиона. Ранее Макрон занимал должность министра экономики и, как пишет французская пресса, использовал казну для старта своей предвыборной кампании. Хотя официальных обвинений в растрате ему не предъявляли, зато удар по кандидату наносит желтая пресса. И распространяет слухи о якобы нетрадиционной ориентации. Сам Макрон уже 10 лет в браке со своей бывшей школьной учительницей, которая старше его на 24 года. Моя супруга Бриджит недоумевает, как я могу вести двойную жизнь, если постоянно нахожусь с ней. Пикантные слухи раздувают, как правило, в соцсетях. И в штабе Макрона в этом увидели тень Кремля, который делает ставку на Фиона и Лепен. А вот и главное мадам предвыборной Франции Марин Лепен. И за ней целый шлейф скандалов. Дескать, она, как и Фион, устраивала своих людей на хлебные места. Глава ее штаба и телохранитель долгое время числились ассистентами Лепен как депутата Европарламента. И получили на двоих 350 тысяч евро зарплаты. А на этой неделе комиссия Европарламента лишила Лепен неприкосновенности за снимки ИГИЛ в Твиттере. Еще в 2015-м она опубликовала фото, на которых запечатлена казнь заложников. Теперь ей грозит три года тюрьмы и солидный штраф. Марин Лепен, с вас сняли неприкосновенность. Вы волнуетесь по этому поводу? Ну, послушайте, не совсем. Ведь, несмотря ни на что, пока Лепен лидер гонки. Но до финиша еще полтора месяца. Первый тур выборов состоится 23 апреля. Кто победит? Фион, Лепен или Макрон? Предугадать сложно, ведь хорошо срежиссированный скандал может круто повернуть французский предвыборный сюжет. Анна Ильиных, подробности недели, телеканал Интер. А вот что уже круто развернуло украинский политический сюжет, так это без преувеличения охота детективов антикоррупционного бюро за Романом Насировым, главой фискальной службы. За этой судебно-медицинской драмой страна наблюдает уже четвертый день. Насиров на каталке путешествует по столице под конвоем то в одну больницу, то в другую, то в суд, то еще куда-то. Новости о нем тоже очень странный. То инфаркт, то операция, то уже ничего этого не было и просто немного повышено давление. В итоге ему даже меру пресечения избрать не смогли. А политики в Фейсбуке призвали выйти на акцию протеста к зданию суда. Первыми об этом написали нардепы Мустафа Наем и Сергей Лещенко. Их поддержали активисты и даже автомайдановцы. Много ли людей пришло на эту акцию? Где сейчас сам Роман Насиров? Узнаем у Елены Митясовой. Она весь день находилась в эпицентре в Соломинском районном суде Киева. Сейчас с нами на связи Лена приветствую. Спасибо тебе за работу. Скажи, что сейчас происходит у здания суда и где сам Насиров? Алексей, атмосфера у здания суда сейчас напоминает больше тусовку, чем действительно акцию протеста. Здесь собралось достаточно много автомайдановцев машинами. Они перекрыли все въезды и выезды из суда. Под судом намерены находиться здесь активисты до тех пор, пока суд не примет решение по Насирову. Под судом сейчас несколько сотен человек, и люди сюда все время приходят. К тому же политики, которые сюда пришли, призывают в соцсетях своих сторонников присоединиться к ним. Где находится сам Роман Насиров? Вот здесь две версии. Одни утверждают, что он на одном из последних этажей зданий суда, а другие все-таки склоняются к тому, что его уже могли увезти. Полтора часа назад мы действительно видели, как два микроавтобуса сотрудниками НАБУ покинули территорию суда. Спустя некоторое время вслед за ними дежурство оставило и скорое. Примечательно и то, что в здании суда не горит свет. И такое впечатление складывается, что там одни остались охранники, которые также на все вопросы отмалчиваются. Впрочем, сами автомайдановцы и адвокаты Насирова утверждают их подзащитность здесь, в здании суда. Попробуем это выяснить. Алексей? Мы сейчас тоже попробуем выяснить. Спасибо, Лена, за работу. Это была Елена Митясова с нами на связи. Но вот смотрите, если Насирова могли увезти из суда, то, вероятнее всего, только в одно место, ставшее ему за эти дни уже очень хорошо знакомым, Феофанию. А там сейчас находится другой мой коллега, Ярослав Кречко. У него и узнаем, правдива ли эта версия. Ярослав, скажи, что говорят в Феофании? Там ли Насиров сейчас или нет? Да, Алексей, действительно, Феофания наиболее вероятное место, куда могут доставить Романа Насирова из здания суда. Тем более, вчера в больнице скорой помощи ему отказались его принимать и отправили по предыдущему месту лечения, то есть сюда, в Феофанию. Но пока здесь, скажем так, никаких внешних признаков пребывания отстраненного главы фискальной службы нет. Да и сотрудники больницы, охранники, с которыми нам удалось пообщаться, уверяют, что Романа Насирова здесь нет. Мы в любом случае остаемся здесь следить за ситуацией. Если что-то изменится, сможем об этом оперативно рассказать. Алексей. Ну а мы сможем оперативно снова с тобой связаться. Спасибо. Ярослав Кречко был с нами на связи. Кстати, генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что в НАБУ поторопились вручать подозрения Насирову, да и вообще делать это ночью. Это верный путь проиграть все дело. Что ж, мы продолжим разбираться во всех деталях этой очень запутанной драмы буквально через несколько минут после рекламы. Все-таки ведь интересно же, когда и где, да и чем закончится этот судебно-медицинский «Вояж», главы фискальной службы. Гонка симуляций. Почему дело Насирова превращается в шоу с диагнозами и растерянными судьями? И не окажется ли главный герой этой пьесы на свободе? Путепроводы на соплях. Кто ответит за обвал переправы в столице и как много еще в стране мостов на грани падения? Когда лекарства горше смерти? Почему на украинском фармрынке процветают подделки, а государство даже не думает его контролировать? Подробности недели в эфире. Мы вернулись. Спасибо, что дождались. Сейчас все-таки попытаемся разобраться в самой загадочной и одновременно самой забавной истории этой недели. Что же ждет главу фискальной службы Романа Насирова? Чуть больше, чем через два часа истекает то время, за которое ему должны были избрать меру пресечения. Ну или отпустить. 72 часа с момента оглашения подозрения ночью с четверга на пятницу. Речь шла даже о рекордном залоге в 2 миллиарда гривен, на котором настаивали обвинители. Мол, именно такой ущерб причинил государству Насиров своими решениями. Моя коллега Елена Мечасова целый день в Соломенском суде Киева искала ответ на вопрос. Так могут ли 9 адвокатов Романа Насирова спасти его от ареста? Или все-таки в этой ситуации победят детективы НАБУ и антикоррупционная прокуратура? Лена, ну и что ты услышала в самом суде? Мы тебя слушаем. Алексей, ощущение такое, что решение уже принято. И сегодня в 23.50 Роман Насиров выйдет на свободу. Защита Насирова сегодня заявила отвод судей. В таких случаях дело должен был продолжить дежурный судья. Но такого здесь почему-то сегодня не отказались. Оказалось, как позже в самом суде это прокомментировали тем, что сегодня воскресенье, выходной и автоматизированная система распределения судей попросту не работает. Сборами суддей было принято решение, что чергование суддей удается исключительно в субботу. Оскільки такое было принято сборами суддями решение, мы не имеем права сьогодні расследовать заяву про отведение суддей Бобровника. Адвокаты Насирова предполагают, что судебное заседание может уже продолжиться завтра. Их подзащитному предъявят новое подозрение. Вот правда, в ответе точно, будет оно по газовому делу Анищенко или другого, они сказать нам не смогли. Мы не выключаем от того, что, возможно, будет новое затримание, новая подозра. Я так понимаю, что сейчас идет не борьба за то, чтобы у него, за его права человека или за то, чтобы он лечился, а борьба за то, чтобы он не перешел в статус человека, который будет содержаться под стражей. Весь день Насиров находился в зале суда, за решеткой, на каталке. За его состоянием следили медикам, также рядом была жена и тесть. Ну вот, о реальном его состоянии, состоянии врачи, так сказать, нам и не смогли. Но единственное, что точно стало понятно, чувствует себя Насиров не так уж плохо, как об этом говорили в пятницу. А вы смотрели Насирова? Как он себя чувствует? Нет, я не видел. Ну вы же там все время присутствовали, как не видели? Я не видел. На вас давят как-то, что вы не можете говорить? Или это тайна врачебная? Нет, никто на меня не давит. Говорят, он плохо себя чувствует. Вы какие-то манипуляции Если бы плохо чувствовал, он бы здесь не лежал. Сейчас во дворе суда продолжается митинг, активисты Автомайдана блокируют еще выезды. Что касается представителей НАБУ антикоррупционной прокуратуры, они говорят, что Насирова не сами пробудут здание суда до тех пор, пока не истечет срок для принятия решения. Нардеп Сергей Лещенко уже пригрозил ГАВе Соломинского суда криминальным делом за срыв работы суда. Мол, она виновата в том, что здесь сегодня не оказалась дежурного. Алексей? Спасибо. Елена Митясова была с нами на связи. Елена, тебе еще раз спасибо за работу. Ты продолжай следить за развитием событий, пожалуйста, на месте. Если еще что-то прояснится, мы будем готовы включить тебя в прямой эфир снова. Итак, уже несколько дней публика завороженно наблюдает за судебно-больничными перипетиями главного фискала страны. Носилки с аккуратно укутанным одеялом Романом Насировым появляются то в киевских больницах, то в зале суда. Это вызывает как минимум удивление. Ведь если и правда Насирову сделали операцию, как утверждали его адвокаты, то почему вместо реанимации он путешествует по всему городу? А если врачи помогали ему симулировать болезнь, то что же ждет знаменитую феофанию? В Минздраве, кстати, уже успели заявить, больница особая, министерству не подчиняется. Так что теперь, возможно, еще ее могут реформировать. Хронологию лежачих странствий главного пациента страны. Смотрите далее. Все началось здесь, в больнице Феофании. В четверг вечером спецназ НАБУ и САП пытались вручить подозрения и задержать главного фискала страны Романа Насирова. Но на их пути возникла первая мощная преграда. Правоохранителей встречает он. Спецназ в экипировке остановлен бескомпромиссным вахтером. Вся спецоперация чуть не разбилась, а твердая не положена. Позже в САП объяснили. И правоохранители почти два часа стояли возле больничных дверей. Рядом с ними восемь адвокатов Насирова. Лишь в одиннадцать вечера детективы заходят внутрь. Но опять преграда на пути в палату врачи. Но, наконец, первый успех. Спецназы-детективы прорвались в палату к Насирову и зачитывают ему подозрения. Сам фискал лежит с закрытыми глазами и тем самым вслепую обходят закон. Настоящий или все же мнимый больной? Вопрос пока без ответа. Примерно в час ночи главный пациент страны входит в историю. Точнее, въезжает на больничной каталке, укутанной клетчатым одеялом. Насирова срочно везут в реанимацию. Все больничные злоключения Насирова случились как раз в его день рождения. 4 марта ему исполнилось 38. Казалось бы, мужчина в самом рассвете сил. Но в пятницу ему якобы проводят сложную кардиооперацию. Об этом заявили его адвокаты. Хотя подтверждения этому до сих пор нет. А уже в субботу сам пациент с утра все-таки смог написать пост в фейсбуке о том, что невиновен, что готов к борьбе в суде и мечтает вырваться из больницы. Тем временем детективы НАБУ снова пришли проведать больного. Но налоговика быстро увозят в институт кардиологии. Насиров лежит на носилках, вновь с закрытыми глазами. В НАБУ торопятся. Ведь в воскресенье вечером истекает срок задержания подозреваемого. Поэтому важно понять, насколько он болен. В кардиоинституте Строжеска сперва отказывались делать какие-либо заключения. Но позже в институте ситуацию таки пояснили и таки выдали заключение. У Романа Насирова гипертоническая болезнь второй стадии. И срочной помощи или стационарного лечения ему не требуется. И в субботу вечером Романа Насирова увозят из кардиоотделения в Соломинский суд Киева. Картина уже привычная. Налоговик на носилках с закрытыми глазами. Но избрать меру пресечения Насирову в субботу не смогли. Слушание прерывали на медицинские осмотры. И в конце концов перенесли на воскресенье. И уже сегодня утром лежачего Насирова под новым зеленым одеялом принесли в зал суда. Рядом с ним капельница. Глаза налоговика открыты. И он даже смог пару слов сказать. Но заседание опять прерывают. На этот раз из-за правовых нестыковок. В суде не смогли найти следственного судью. Главу государственной фискальной службы обвиняют в коррупционных деяниях и в причастности газовому делу Анищенко. На время расследования Насирова отстранили от исполнения обязанностей главы фискальной службы. Если вина налоговика будет доказана, ему грозит тюремный срок. Если нет, он сможет вернуться в кресло. Если, конечно, здоровье позволит. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности недели телеканал Интер. И пока Роман Насиров будет восстанавливать здоровье, а заодно свою репутацию в суде, государственной фискальной службой будет руководить Мирослав Продан. В свое время он возглавлял главное управление ГФС Винницкой области. Потом стал заместителем Насирова. Обратите внимание, по странному совпадению, Продан внешне удивительно похож на своего заболевшего патрона. Есть еще один аспект этой темы, о котором очень важно поговорить. Реакция общества на задержание и перевозку главы фискальной службы по Киеву в одеяле, то ли в сознании, то ли без, была настолько острой, что даже сказать сложно. Когда в последний раз люди с такой радостью следили за новостями о судьбе одного из чиновников и так страстно желали, чтобы он наконец оказался за решеткой. Будут ли еще и это обсуждать политики и сможет ли Роман Насиров вернуться на работу в фискальную службу, даже если удастся ему и его адвокатам переиграть детективов НАБУ и антикоррупционную прокуратуру. Поговорим об этом с Дмитрием Добродомовым, секретарем парламентского комитета по борьбе с коррупцией. Дмитрий, вот скажите, вас не пугает то, с какой радостью в соцсетях отреагировали на всю эту историю с Насировым? Ощущение, что люди настолько обозлились, что уже очень сильно хотят хоть каких-то посадок, даже в деталях не хотят разбираться. Вот как с этим быть? С моральной точки зрения, мы же понимаем, что у нас, как правило, это такая традиция украинская, если над ними нависает загроза криминального перестреления, або звольнение, например, они сразу втекают на лікаря. Я только начали обшуки в ДФС, Ман Насиров опиняется в ведомчей лікарне феофанії. Там ему выносят очень страшный диагноз, ледь не инфаркт. Сгодом, когда его перевезли в Институт кардіологии, там уже совсем другой показал диагноз, это, безусловно, ответственность лекарей, им это решать. Но реакция людей, на жаль, в данной ситуации, самая на жаль, потому что она лежит в моральной площади. С одной стороны, она понимает и природная, потому что можно любого представителя малого и среднего бизнеса запитать, чем занимается на сегодняшний день податковая или та самая митница. Но, с другой стороны, мы всех прагнем, действительно, результатов. И если на всю страну заявлена такая гучная, очень серьезная подозра главы ДФС, если он уникнет покарания, или это в судах, или на стадии расследования, то это может остаточно людей втратить веру в то, что у нас, в целом, возможные результативные антикоррупционные расследования. Ваш прогноз. Будет вопрос по Насирову рассматриваться в парламенте, когда депутаты наконец-то соберутся на пленарное заседание? И есть ли еще у Насирова шансы вернуться на работу в фискальную службу? Как считаете? Думаю, что шансов повернуться в него нема, потому что репутационные страти величезные, и никаких реформ ДФС нема. Я хотел бы высловить величезный респект министру финансов Данилюку, который неодноразово обратил внимание на это, но нужно уважать, кто такой Насиров. Насиров – это плит певного договорника между элогархическими группами «Воля народу и Водружинка в парламенте», и коалицией, власне, которой нет, в которой недостатньо голосов для ухваления тих или других решений, особенно кадровых или лоббийских. И они таким чином залучаются, ци группы депутатов, главным чинником их союза была постать Романа Насирова. Как раз за квотой «Воля народу», как раз ту, которую финансовывал и, по сути, очолював, той самий Онищенко, нагадаю вам, по какой справе Насиров и проходил. Власне, тут круг замкнувся, и повернение его в ДФС я себе, в принципе, навіть не уявляю, а не с бурального, а не с профессионального точки зрения. Это первое питание. А второе – в парламенте будет подниматься. Это питание будет зависеть от того, как дальше будут происходить события, потому что до заседания парламента у нас есть 10 дней, на самом деле, и за них может остаться бозно. И если, в принципе, эта справа подвиснет, а будет видно, что она, например, сливается теми же судами или другими чинниками, то, очевидно, что в парламенте это питание поднимет однозначно. Я категорично выступаю за то, чтобы такие люди Насиров и выступал до цього, неодноразово наводячи приклади корупційных действий. Но меня не опокоит, что сейчас, выполняющие, например, тубовязки замест Насирова, это люди, которая фигурувала в том числе в криминальных справах, коррупционных справах, с известными там Гориховой справами, тих самих. А сам он из Винницы, если вы проведете параллель с которым у нас президент и премьер-министр, то тоже, на жаль, все стоит на своем месте. Ну что ж, спасибо за ответы. Надеюсь, что депутаты найдут себе смелость. Все-таки, когда соберутся через 10 дней на пленарное заседание и обсудят этот скандал, ударивший уже по всей украинской политике, наверное. Дмитрий Добродомов отмечал на мои вопросы. Ну что ж, стоит честно признать нам с вами. Шансы, что дело Насирова таки дойдет до открытого рассмотрения в суде, все-таки невелики. По крайней мере, его адвокаты делают все, чтобы дело затянуть. Да и опыт ранее задержанных чиновников показателен. Ведь ни одно из громких дел так и не довели до приговора. К примеру, дело МЧСников, экс-главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его первого зама Василия Стоецкого. Их перед телекамерами задержали по подозрению в коррупции. А сейчас дело тихо спускают в суде. Или резонансное дело бриллиантовых прокуроров. Владимира Шапакина и Александра Корнеца славно задерживали прошлым летом на радость людям и бесславно спускают на тормозах дело теперь. Кроме того, никто из слуг народа не наказан и за свои миллионные декларации. Вот и получается, что людям показывают одно и то же расследовательское шоу, в котором нет логичного финала. А тем временем количество правоохранительных органов в Украине растет. Уже в конце этого года должны появиться антикоррупционные суды и государственное бюро расследований. Чем будет заниматься украинская ФБР? Станет ли борьба с высокопоставленными преступниками эффективнее? И главное, есть ли шансы, что ГБР таки заработает? Обо всем Ярослав Кречко. Перестрелка в Княжичах, дела торнадо, события на Майдане. Потенциально все подобные дела. Прерогатива Государственного бюро расследований. Преступления, совершенные топ-чиновниками, военными, судьями, полицейскими и прокурорами. Это надпотужный прокурорный орган. По сути, ГБР задумано как центральный орган следствия в стране и заработать он должен не позднее 20 ноября этого года. В будущем у прокуратуры не будет громких дел. Останется лишь поддержка обвинения в суде. А Госбюро полностью возьмет на себя функцию досудебного расследования. Правда, уже год как новый орган создан лишь на бумаге. Нет не то, что центрального офиса. Даже конкурс на должность директора и заместителей за полгода так и не завершился. Иде процес, в яком задеяны олигархичные, політичные группы, которые хотели бы видеть там, в зависимости от них, особу. Наразі всі 19 осіб таким или другим образом связаны с одной или другой политической силой. Больше того, они всі представниками старого системы. Это прокуратура, это СБУ, это нацполиция или когда-то милиция. Из 19 претендентов многие эксперты и некоторые нардепы выделяют трех фаворитов. Ольгу Варченко, руководителя управления одного из департаментов Генпрокуратуры, Алексея Горощенкова, сотрудника администрации президента и главного военного прокурора Анатолия Матіоса. Ну Матіос тут, скорее всего, просто выполняет роль такого громовидвода, на который будет все, весь негатив идти, а пройдут два вот цих. Вангування тих чи інших народних депутатів – це велика фаховість про те, чого вони не знають. Я не в забігу, і не на скачках, і не на іпподромі. Я здаю, згідно всіх конкурсних вимог, те, що належить за законом. Той, хто здасть, тоді буде суб'єктивне чи об'єктивне рішення комісії. Матіос пока единственный, кто прошел спецпроверку, то есть у чиновников других ведомств к автобіографії и декларации военного прокурора, вопросов нет. По остальным кандидатам, уверяють в конкурсной комісії, ждуть вердікт фискальной служби. На сьогоднішній час, на момент, на тепер, у мене немає відчуття якої заангажуванності, необ'єктивності або, скажімо, односторонністі процесу. На очереди у претендентів тест на поліграфі. Но до сих пор Мінздрав не разработав, а Кабмін не утвердив порядок його прохождения. Документ ожидають в ближайші неділи. Затем – финальне собеседовання. Я б не рискнула говорить «апрель», но где-то вот май, ну, учитывая то, как у нас движутся процессы, наверное, реально говорить уже. Но это не запуск ДБР, это формально комісія определяется с кандидатурой, которую она передает на Кабмінь министров. Уже березень, і враховуючи ту кількість ДБР, людей, які там має бути, приміщення, матеріальні потреби, враховуючи складний стан взагалі в державі. Я чесно, у мене є великі сумніви, що ДБР може запрацювати з 1 січня 18-го. Процедуру, по которой з прошлого літа выбирають директора, должны пройти ще, як мінімум, 100 сотрудників Гозбюро. А в цілому їх буде полторы тисячі. Позволяє ли законодательство, которое принято по ДБР, як воно прописано, нынешня вообще система, структура правоохранительних органов, распределение между ними функций, уровень сотрудничества между ними, позволяет ли он эффективно запустить ще один новый орган? Мне кажется, що нет. Статьї под следственній НАБУ і ГБР, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, чітко разграничены. Первое, занимається тільки коррупцією в высших ешелонах власти. Второе, всеми преступлениями топ-чиновників, кроме корупції. Правда, є одно ісключення. Именно Гозбюро уполномочено расследувати дела проти сотрудників САП і НАБУ. Главное, щоб боротьба з корупцією не превратилась в боротьбу за полномочия. Між відомча боротьба між правоохоронними органами, тобто, ну, завжди так було. Ніхто не хоче ділитися повноваженнями. Ніхто не хоче з правоохоронних органів ділитися інформацією. Тому що це ефективність, тому що це важливість. Главное було, що було бажання досяти результату, а не сваритися і не перетягувати цю ковдру підслідності на себе. І не піаритися згодом на всіх телеканалах про то, що черговий хабарник затриманий, а що далі – невідомо. Пока даже с конкурсом на пост директора ГБР не все гладко. Суд теоретически може його отменить якобы з-за отсутствия юридического образования у двох членів комісії. Даже якщо этого не случиться, ожидати в ближайшее время запуск бюро не приходиться. Поэтому функція следствия останеться у прокуратурі ще на неопределенний срок. Ярослав Кречко, Евгений Камінський, Павел Лысенко, Мар'яна Бурякова. Подробності недели. Телеканал «Интер». Закон, который не работает и контроль которого нет – это главная проблема Украины. И проявляются они. Буквально во всем. И касаются всех. Вот, к примеру, вы покупаете лекарства в аптеке, но при этом никто не может гарантировать его качество. Фармацевтический рынок буквально наводнен подделками. А все потому, что в стране действует мораторий на проверки аптек. И качество препаратов никто не проверяет. О госконтроле, который оказался пустышкой, Елена Митясова. Сколько лекарств нужно для лечения всех болезней? 150? 200? Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но фармацевтические компании предлагают нам более 13 тысяч. Таблетками завалены все аптеки. А все может потому, что целью производителей – не лечить, а заработать? От головной боли выпили таблетку. А не полегчало? Антибиотик, назначенный врачом, не подействовал? Нет, это не особенности вашего организма. Скорее всего, купленный препарат просто оказался подделкой. Татьяна в аптеке за обезболивающее заплатила меньше, чем обычно. Сначала, говорит, даже обрадовалась, сэкономила. Но после приема нескольких таблеток поняла – с лекарством что-то не то. Я не умею сразу проглатывать целую таблетку, как многие люди. Тут есть насечка, ты делишь на две. И для меня это усилие, тот, который у меня остался. Вот как он раскрашивается? Фальсификат, подделка. Да что угодно, говорят эксперты. Украинцам сейчас можно втюхивать, что ни попадя. Контроля со стороны государства нет. Уже третий год в стране действуют мораторий на проверки аптек и качества лекарств. За последние два месяца госслужба по лекарственным средствам запретила к использованию в Украине более 200 серий различных препаратов. Одни из них были завезены в страну контрабандой, другие – подделка. Но при этом официальной статистики о фальсификате в Украине не существует. Даже в Европе есть до 7-10% обеих фальсификованных лекарственных средств. Если брать страны Африки, там уже достигают до 50%. На мой взгляд, надо где-то идти до африканских. У %-выражения мы никогда не рассчитываем ни фальсификат, ни неякисный. Потому что, по-перше, в свете не существует единственная метода, которая подбирает, что рассчитывать от количества везенных или зарегистрированных. Даже если предположить, что в Украине всего лишь 1% фальсифицированных лекарств, капля в море, казалось бы. Но если посчитать, в 2016 аптеке продали 1 миллиард упаковок лекарств. То есть, выходит, 10 миллионов из них были фуфломицины. Значит, каждый четвертый лечился непонятно чем. Вперед на инспекцию! Проверим, есть ли в столичных аптеках на лекарства сертификаты качества. Купим самые недорогие и дешевые препараты. В аптеку я захожу не как журналиста, как обычный потребитель. Вам пластиночку или упаковку? Пластиночку. А можно на него сертификат еще качества? Сертификат? Да, качество. Качество. У нас нет сертификата качества? Нет, таблетку сомнительного качества я пить боюсь. Иду в другую аптеку. Здесь уж точно должны быть хорошие лекарства. Как-никак, МАФ на территории областной больницы. А можно мне внизу еще сертификат качества показать? Сертификат это нужно ждать. Я закажу, придет, распечатаю. А в аптеках должен же он быть? В смысле? Ну я же не могу на все распечатывать. Это примерно где-то такая комнатка будет сертификата. Сколько ждать? Не знаю, может 10-15. Хорошо, давайте. 15 минут растянулись на 40. После сказали проблемы с интернетом, пообещали отправить на электронный адрес. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Уже не до шуток. В следующей аптеке придется купить что-нибудь сердечное. Например, любимое всеми бабушками. А можно мне больше сертификат качества показать? Это мало, да? Да. Две. Судья. Простите, пожалуйста. И вот снова та же ситуация. Говорят, система не загружается. И обещают прислать заключение по почте. Но здесь надо отдать должное. Не обманули. Через 15 минут копия сертификата с печатью была на моей почте. Наталью Гуран недобросовестность фармацевтов разозлила. Женщина изучила законодательство, собрала единомышленников. И разработала мобильное приложение «Лик и контроль». За несколько секунд оно позволяет определить, зарегистрирован препарат в Украине или нет. Не запрещен ли к использованию. Достаточно вести только серию. За нашим законодавством у аптеки есть 5 дип на то, чтобы этот препарат вылечить из обегу. 5 дип. За 5 дип. Уявляйте, сколько его будет продано. А мы оновлюем свою базу. Мы наводим скан копии распоряджений Держлікслужбы, чтобы он мог показать его в аптеке. Но вывезти аптеки на чистую воду не так просто. Тем более в условиях моратория и вседозволенности. И даже если в госслужбу по лекарственным средствам поступила жалоба на сеть, проверить ее ранее, чем за 10 дней после уведомления собственника, нельзя. В прошлом году мы инициировали изменения в законодавство, чтобы в сфере контроля качества действия переверок не предупредили субъекта за 10 дней. Но до конца наше желание было почути. Вот и получается, госслужба как бы есть, и в то же время ее нет. Пустышка вместо действующего вещества мел. Контрабанда не прошел госконтроль. А у этого истек срок годности, но ему дали вторую жизнь. Переклеили этикетки. До тех пор, пока в Украине контроль за лекарствами пустая формальность, поход в аптеку лотерея никогда не знаешь, поможет купленная таблетка или нет. Хорошо не навредит, а если наоборот. Что продают украинцы вместо таблеток тайно за семью печатями? На глаз и вкус не определишь, а экспертизу никто не делает. Да что говорить, если правительство от госпроверок освободило лекарства, закупаемые через международные организации? Можливо, мы доверяем нашим захватным партнерам таксинам. Но мне кажется, что любая страна, которая себя поважает, должна это проводить. Форм-компаниям уж точно невыгодно лечить все болезни одной таблеткой. А в условиях, когда еще и законодательство против пациента, машина по зарабатыванию денег на здоровье нации запускается на полную штрафами. 340 гривен держать в узде лечебный бизнес не удастся. Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник и Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Еще одна тема, которая касается всех и тоже связана с коррупцией. Столько, сколько годами воровали на строительстве и ремонте дорог, пожалуй, ни на чем другом украсть не могли. Так что неудивительно, что украинские трассы все в ямах, словно от бомбежек, а мосты в трещинах и на грани обвалов. После большого переполоха с Шулявским путепроводом в Киеве в Мининфраструктуры, кроме дорог, вспомнили и о мостах. Ведь, оказывается, минимум четверть из них аварийные. Наш корреспондент Павлина Василенко решила проинспектировать самые опасные переправы Украины. С приходом весны в Украине не только исчез асфальт, но и начали падать мосты. Вот он, многострадальный Шулявский путепровод. Десять лет назад он горел. Первый раз укрепления после пожара, после седьмого года, появились вот такие вот железные укрепления, которые были прослужить там, ну, как говорил по экспертным выводам, должны были стоять буквально пять-семь лет максимум. А в начале недели стал осыпаться. Мест не был в аварийном стане, но мы видим его стан, что он втомился. В понедельник уставший мост вызвал настоящий переполох. Но уже сегодня по нему снова ездят авто. Единственное, не пускают фуры. Возле моста дежурит патрульная машина. Здесь реально, глядя на это все, мы понимаем, что реально уже необходима полная реконструкция. Если эксперт говорит, что по центру те конструкции еще целые, они выдерживают огрузку, ну, значит, эксперту виднее, он берет таким выставкам на себя ответственность. О том, что Шулявский мост нужно либо реконструировать, либо заменить на новый, говорили еще 10 лет назад. Серьезно заняться путепроводом обещают в этом году. И кроме обещаний, Шулявское ЧП заставило власти взяться за арифметику. 17 тысяч мостей, которые есть в Украине. Близко 9 тысяч в аварийном стане. 4 тысячи подлагают негайному ремонту. В этом году мы сможем отремонтировать лишь 80 мостей. Закарпатье. Регион тысячи и одного моста. Если быть точным, их тут 1298. Больше, чем в любой другой области Украины. Многим сооружениям свыше 150 лет. Как вот этому горбатому мосту в Берегово. Несколько лет назад старая австро-венгерская кладка не выдержала современных украинских реалий. В Закарпатье больше половины мостов нуждаются в реконструкции. Если некоторые мосты можно назвать проблемой одного города, то переправы через Днепр – причина для беспокойства для всей Украины. Мы едем в видеоцентральный участок, чтобы посмотреть, в каком же состоянии мосты в Кременчуге и Черкассах. Из Киева в Кременчуг и Черкассы мы едем по трассе государственного значения. Но иногда кажется, что это обычная проселочная дорога. Разметка есть не везде. А ям бывает столько, что их приходится либо пролетать на большой скорости, либо медленно и аккуратно объезжать. Ну, вот как мы сейчас это и делаем. Кременчугский мост построен в 49-м. Он один из самых старых на Днепре. Визитная карточка города и стратегически важная переправа центральной Украины соединяет левый и правый берега страны. Через него проходят несколько трасс национального и международного значения. И мост давным-давно нуждается в капитальном ремонте. Из-за этого запрещен въезд для грузовиков тяжелее 13 тонн. Порядка 10 тысяч единиц проходит за день. Это автобусы, это легковые машины, это фуры. Пустить этот транспорт в объезд – это дополнительное время, дополнительный километраж, и людям будет очень неудобно добираться. Высота моста – 18 метров. Наверху – автомобильная дорога, внизу – железная. Когда едет поезд, это как маленькое землетрясение. Раньше был он более стабильный. Особенно, когда пробка, и стоишь на мосту, и поезд внизу идет. Ощущение не из приятных. Его раскачивает, и вибрация очень большая. Ну, а новый мост надо. Состояние, конечно, плачевное. Хотелось бы его как-то улучшить. Но от нас тут мало что зависит. Мы свои налоги плотим. Дело за высшими руководителями. Ремонта хватает на 3-4 месяца. Потом яму латают снова. Если признать мост аварийным, значит придется его закрыть. А новый планировали строить еще 28 лет назад. Но так и не начали. Уже надо строить новый. Но то, что уже в советское время начали задумываться о постройке альтернативного, другого моста, говорит о том, что тогда планировали и прогнозировали невозможность дальнейшей эксплуатации. Мост функционирует на грани возможностей. А строительство нового – это миллиарды гривен. И пока между деньгами и риском выбирают второе. А это Черкасса. И здесь находится самый длинный мост через Днепр в Украине. Он моложе Гременчугского, но не менее проблемный. Недавно здесь определили переправа в аварийном состоянии. 17 километров потенциальной опасности. За более чем полвека сооружения капитально не ремонтировали. Хотя менять нужно целые пролеты. Ты видишь, правая сторона все побита. А влево возьмешь. И тот возьмет влево, и в лоб. Эксперты говорят, старые сооружения капризные. Могут простоять и с десяток лет, а могут рухнуть через два дня. И предсказать это невозможно. Дорожная инфраструктура, в том числе и шагопроводы, много из них начинала будиваться приблизительно в один час. То есть с 60-х лет. И, конечно, так же через некоторый час, одночасно, они приходят в стан, если не аварийный, но такой, что заслуживает прискипливого мониторинга. Впрочем, без плана по реконструкции и денег Украина так и рискует остаться страной усталых дорог и мостов. Павлина Василенко, Марина Коваль, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. И остается два часа с небольшим до момента, когда должна появиться хоть какая-то ясность по главному уголовному делу этой недели. То ли Романа Насирова отпустят, если заседание так и не состоится до 23 часов 50 минут сегодняшнего дня, то ли все-таки найдут судью, который примет хоть какое-то решение. Третий возможный вариант для детективов и прокуратуры предъявить Насирову еще одно подозрение, после которого может начаться уже новая драма. Но уже не только для самого Насирова, но и для его обвинителей. Все это мы узнаем, скорее всего, уже утром. У меня же на сегодня все. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин